Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава седьмая. «Какая наивная ложь! Ты выходил прошлой ночью на улицу?» «Да, мам, но я...» Она отворачивается. Она не желает слушать. «Знаешь, я... Ах, я ничего не хочу слышать!» – перебивает она Иманта. «Зелма права. Ты сбиваешься с пути истинного. Ни ребёнок удирает по ночам из дому и шляется неизвестно где!» «Я ходил смотреть на Луну», – откровенно признаётся Имант. Он не может уразуметь, что тут плохого. Луна была такая красивая. Выбежал он на одну минутку. Сразу вернулся. Не разбудил никого. А соседская Дация сама просыпается каждую ночь и весь дом на ноги поднимает. На Иманта смотрит глаза. Смотрит недоверчиво, подозрительно. Сперва Имант удивляется. «Сколько раз мать принимала за чистую правду чепуховые выдумки, а теперь, когда он говорит только то, что было, на самом деле было, честное слово!» «Мама, я... Правда...» «Какие холодные глаза!» Он наталкивается на недоверие, как на каменную стену. Раньше мама всегда полагалась на него. Но если кто-то из мальчишек говорил «врёшь», он, недолго думая, бросался на него и являлся домой с разбитой губой или расквашенным носом, но без обиды. «Где ты был?» – допытывалась Илга. «Признавайся!» Имант снова готов повторить сказанное, но им овладевает равнодушие. Он знает заранее, что ему не поверят. Говори, не говори, всё равно. «Ну что же ты молчишь, словно воды в рот набрал!» Повышает Илга голос, выходя из себя, но в нём слышится скорее бессилие, чем досада и строгость. «Сию минуту отвечай!» Илга уже примирилась с мыслью, что правды на этот раз не добьёшься. Будь на совести Иманта какая-нибудь чепуховая банка с вареньем или погубленная мирта, мать, скрывая вздох облегчения, сказала бы, как в тот вечер, «ну уж ладно, что было, то прошло». Но на этот раз всё гораздо хуже. «Честные люди ходят по делам днём, а не крадутся по ночам. Люди, которым нечего скрывать. На луну смотреть ходил. Какая наивная ложь! Где это слыхано, чтобы люди вылезали из тёплой постели и бежали во двор, в стужу, глазеть на месяц? Да и что на нём такого, невиданного сотни и тысячи раз?» Имант из-под лобья глядит на мать. Он уже устал. Единственное, что его удерживает, страх быть запертым в комнате вроде тёти Расминого ангорского котёнка. А то он бы сочинил какой-нибудь невероятный рассказ. Где он был? Что делал? Расписал бы, как он шнырял по чужим дворам, карабкался по крышам и ещё что-нибудь почище. И, наблюдая, как мать приходит в ужас, он испытывал бы сладости мщения от того, что такому наспех придуманному вранью она верит, а правде нет. Наконец Илге надоело, и она, отступившись, вышла на кухню и занялась посудой. В комнате тишина. Имант сидит послушный, кроткий. Словно ничего не случилось. Мир и покой. До чего обманчивый покой. Раньше с ним было легче при всех заботах. Лежал себе в кроватке, обнесённой планками, а потом ползал, агукая, под столом. Пахнычет и перестанет. Довольствовался соской и погремушкой. Не удирал в окно, не бродил по ночам, не задавал вопросов, на которые не знаешь, что и ответить. И к ужину почти не притронулся. Теребит по хрому скатерти. О чём-то думает. Илга видит. Пригорюнился. Что ж не ешь? Ем. Подойти бы. Приподнять понурую голову. Провести рукой по волосам. Но Илга не хочет, чтобы сын принял это как прощение. Она должна быть построже. Нельзя с такой лёгкостью прощать. И ещё боится Илга, что Имант опять может выкинуть фокус, как в тот раз. Выпалит. Врёшь! И убежит. Бобик, положив морду Иманту на колено, уставился на своего приятеля. На Илгу, на хозяйку. Бобик так не смотрит. Имант откладывает ложку. Проводит ладонью по чёрной блестящей голове щенка. Когда едят, не возятся с собакой. Рука отдёргивается и снова берёт ложку. Послушная рука. Послушный сын. Илга вздыхает. Какой он угрюмый и пришибленный. Ни одной матери не доставит радости такой ребёнок. Когда поешь, снесёшь посуду на кухню. Ладно. Если меня долго не будет, ложись спать. Ладно. Илга подходит к вешалке, снимает пальто. Глаза Иманта следуют за ней. К крючку, на котором висит пальто. К шкафу, где рядом с Библией притулилась тоненькая книжка песнопений в аппетитной апельсиновой обложке. К стулу, на спинку которого брошен платок. Потом взгляд задерживается на окне. Послушный, тихий мальчик. Только взгляд этот, прикованный к раме, тёмный, недобрый. Илга стоит в решительности. Потом всё же подходит к окну, вытаскивает свободно сидящий гвоздь, который придерживает ручку, снимает её и кладёт в сумку. Зачем? Ей как-то стыдно смотреть на сына. Пальцы открывают и закрывают сумку. — Зачем? — повторяет он громче. В его голосе дрожат слёзы. Илга возвращается и снова подходит к двери. Иммант её догоняет, цепляется в локоть. — Мамочка, я только на часик. Я обещал прийти в гараж. Я... Она пытается уйти от этого жалобного голоса, не слышать его. Она твердит себе, нельзя, не смей, только не поддавайся, нужна твёрдость, твёрдость, твёрдость. Илга в коридоре. Иммант изнутри колотит дверь и без перерыва кричит. — Мамочка, мамочка! И ещё что-то. Но она этого уже не слышит. Илга выбегает во двор, потом на улицу, как муторно на душе. Она старается думать о том, что жизнь её нескладно повернулась из-за малодушия, из-за слабого характера. Останови она вовремя Оскара, не позволь ему катиться вниз, и сегодня никто не посмел бы тыкать на Имманта пальцем. С Иммантом этого не должно случиться. У неё хватит воли и твёрдости, чтобы удержать сына, удержать от чёрного омута, от плачевной юдоли. Брат Шмидт и Зелма называют так жизнь, человеческую жизнь на этом свете. Мысли стали путаться. Но можно ли удержать от жизни? Нет-нет, она думает что-то не то, сбилась с тропы, шарит в потёмках, что-то неправильно. А что? Она не знает. Брат Шмидт знает и Зелма, а Илга не знает. Гудает до Зелмы. Ветер гудит в проводах, заводит свою песню в коньках крыш, свистит, воет. Грохот проезжающих мимо машин лишь ненадолго заглушает его. И вдруг через весь этот хаос звуков прорывается жалобный умоляющий голос. «Мамочка! Мамочка!» Илга не оглядывается. Она знает. Никого сзади нет. Только бренчат и звенят, словно гусли провода. Но сумка вдруг страшно потяжелела. Хотя в ней рядом с носовым платком, расческой, тощим кошельком и книгой песнопений, напечатанной готическими буквами, Лежит только одна безделица, холодный кусочек металла. Ручка от окна.